Приветствую вас! Для начала мне бы хотелось, чтобы вы прояснили свою цель, то есть что вы хотите. Вы спрашиваете нас, как быть, но вы извините, не очень понятно, что вы спрашиваете. Как быть, чтобы что? Если гармонизировать отношения с мужем, это одна история, если надо забраться в себе, это другая история. Другая рекомендация, вот. Пока что на данный момент можно с уверенностью сказать только то, что вы позволяете... Вы позволяете мужчине, своему мужу, то бишь, вести себя с вами так. Вы позволяете своему мужу, ненавидя вас, приходить к вам и, соответственно, причинять, как я понимаю, боль и страдания. Вероятно, вы рационализируете это тем, что это для ребенка, но на самом деле нет. Вы это делаете, скорее всего, не для ребенка, скорее всего, вы это делаете для себя, потому что этого хотите вы. И, соответственно, чем быстрее вы это для себя признаете, чем быстрее вы этот факт признаете, тем будет лучше. Потому что ребенку на самом деле только хуже от того, что его родители ведут себя так. Вот, ребенку от этого только хуже, можете мне в этом, в принципе, поверить. Вот. То есть, ну, понятно, что верить вы мне не должны, да, но... Вот, давайте хотя бы опытом профессиональным, вот тогда моему. Вот. Это здесь, я надеюсь, все понятно. Да. Другой вопрос, другой вопрос. Почему вы позволяете... Мужу, аааа, так вот, условно говоря, вести себя? Почему вы позволяете ему приходить, допустим, почему вы позволяете мучить вас, то есть, ради чего это все? Зачем это все? Если у вас, может быть, какая-то надежда на то, что все изменилось, да, может быть, вы готовы своего мужчину, к примеру, к примеру, простите. То есть, тут вот такая история, и подходить к ней нужно, ну, максимально честно, чтобы не обманывать ни себя, ни своего мужчину, ни, возможно, даже сына. То есть, да, сын, ребенок, он должен видеть своего отца, он должен его видеть, он должен взаимодействовать. Вот. То есть, это, ну, как бы, вполне нормально, это вполне нормально. Но, позволять причинять страдания вам, это вот то, что допускать категорически нельзя. вот. Это то, что я вам могу сказать совершенно доносно, это то, что я могу вам сказать совершенно точно, что допускать, значит, чтобы кто-то причинял вам боль, кто-то причинял вам страдания, это нельзя, категорически. Если вы это делаете, значит, у этого есть, ну, какие-то причины. Если вы это делаете, значит, у вас есть, ну, какие-то основания. Как правило, это зависимость некоторая. Как правило, это, может быть, страх, ну, страхи, к примеру. К примеру, страхи, например, допустим. А заодно, вы можете бояться. Вот. Вы можете бояться чего-то, чего-то еще, в принципе. Вот. То есть, вариантов тут достаточно много. Но есть какая-то вот, скорее всего, да, есть какая-то ваша, ваша, ну, заинтересованность, да. И вот эта заинтересованность, она нуждается в том, чтобы выть не это добрали. Это бывает обиды. Иногда бывает так, что человека держат, ну, обиды какие-то. Вот. Кстати, вот, к примеру, ну, к примеру, мужчина, да, он, там, допустим, обидел вас. Чем-то. То есть, когда он усел, да, вы обидели. И теперь вы хотите вот это как-то компенсировать. Вот. Понимаете? Такая штука. Это, это тоже, по факту, по сути, да, держит вас. Это тоже, по факту, по сути, не отпускает вас. Так. Не позволяет вам двигаться дальше. Не позволяет вам двигаться вперед. То есть, тут нужно найти якорь. Вот именно якорь нужно найти. Может, может, а, что-то из детства, там, какой-то эпизод из детства вы переживаете. Такое, в принципе, тоже может быть. Это, ну, это довольно, довольно легко, возможно. Такая история тоже. Понимаете? Вот. Поэтому, как быть, отвечаю на ваш вопрос, как быть, нужно исходить исключительно из ваших целей. Вот какие цели, какие цели, какие будут рекомендации. То есть, я могу вам с уверенностью сказать, что морализатор, что вот, да, исключить вас, мы не будем. Ничему. То есть, вы сами решите, вы сами выберите, как и что вам делать. А мы поможем. Поможем вам к этому прийти. К этому прийти. Прийдите, настоять. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи. Удачи.